За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении, несмотря на то, что союзные войска уже несколько недель не продвигаются дальше Краснополия, из-за непрерывных артиллерийских ударов украинские войска все чаще деморализуются и идут сдаваться в плен. И тем не очень находились под сильнейшими ударами российской артиллерии. Мы несли большие потери и, посоветовавшись с ребятами, я предложил сложить оружие и зацепление. Хотел бы обрететься своим служившим товарищам, что стоит прекратить это бессмысленное сопротивление. На Луганском направлении российские войска и ЛДНР выбили украинские части из Новодружеска, а затем вошли в Лисичанск, взяв под полный контроль последний незанятый ранее город Луганской Народной Республики. Украинские подразделения покинули Лисичанск по оставшемуся каналу в сторону Белогоровки. В СУ при отступлении подорвали административные здания в центре города, в том числе здания Лисичанской администрации. До полного освобождения остается только зачистить Лисичанские окрестные территории. Местные жители с радостью встречают российские войска и ВНР. Озлобившись от потери стратегического города Лисичанск, украинская сторона совершила массовый обстрел жилых кварталов Белгорода. С силам ПВО удалось сбить большую часть ракет. В результате варварских действий от реактивных сил залпового огня разрушения получили более 11 многоэтажных домов и 39 частных домовладений. Кроме этого были нанесены удары по городу Мелитополе Запорожской области, который находится под контролем российской армии. Сегодняшний ночной обстрел ВСУ Белгорода стал самым мощным за все время с начала специальной военной операции на Украине. Известно о трех погибших и как минимум четверых раненых, включая ребенка. Уже утром серия ответных ударов со стороны российской армии последовала по военным объектам Харькова.